Зайцев много, рысей мало. В лесах области охотоведы по следам диких животных собирают данные о популяции того или иного вида. Специалисты Минприроды затем информацию анализируют и выдают охотникам лицензии на отстрел. Или не выдают, тем самым защищая животных или птиц от вымирания. Как именно происходит такая лесная перепись сегодня наблюдал Дмитрий Антипов. Так каким образом можно просто взять и посчитать зверей в лесу? Специалисты это делают по следам на снегу. Здесь мы видим тропу, вытоптанную лосями. Правда, как же можно понять, сколько их здесь было? Инспектор продвинулся дальше, пока не увидел, как след разделяется. И таким образом выяснили, что здесь шли лосиха с детенышем. Далее эти данные записываются и уже передаются в Новосибирск для анализа и введения более подробной статистики. Алексей инспектор охотнодзора со стажем. Его основная обязанность охранять лес от браконьеров. Но сейчас в преддверии охотничьего сезона занимается и подсчетом следов диких зверей на вверенной ему территории. А это, к слову, миллион сто тысяч гектаров охотничьих угодий Колыванского района. А для того, чтобы следы подсчитать, территорию еще нужно подготовить, рассчитать маршруты и по ним проложить на снегоходе тропы. Мы выходим в лес, по GPS-навигатору отбиваем точки и начинаем прокладывать маршрут. То есть первый день мы делаем затирку, на следующий день мы идем считаем пересечение следов на нашем маршруте. То есть все, что следы за сутки находили, мы их фиксируем. Такой строгий учет для 22 видов животных и птиц, на которых разрешена охота в нашем регионе. На основе этих данных определяют количество охотничьих путевок. Расчет ведут для того, чтобы сохранить биологическое разнообразие в лесах региона. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания, как и любой вид мониторинга, представляет в себя систематическое изучение и регулярное наблюдение за численностью распространения охотничьих ресурсов, мониторинг среды и обитания, как она изменяется. Динамика изменения численности охотничьих ресурсов. В Новосибирской области численность животных из года в год практически не меняется. Однако бывают и исключения. Из-за пожаров в Красноярском крае в наш регион эмигрировало много медведей. А из-за того, что в 2020 году охота на лося в нашей области была под запретом, сахат их тоже стало значительно больше. Однако точная статистика будет известна только в апреле. Сейчас в региональном Минприроды еще обрабатывают данные, полученные от инспекторов охотнадзора. Дмитрий Антипов, Алексей Баженов. Новости ОТС.